Сюда пневмо подключается, вот эти шланги они все работают. Здесь сейчас не включу, далеко тянуть, переехал на новое место, так еще не обостроился, собственно, и станок, поэтому продается, что маловато места для нас всех. Для тенов стоит электронная уже цифровая, это уже сами сделали, чтобы регулировать не по температуре старой, а уже здесь все просто вставляется. Бачок, он весь от песка струин, там все заменено, все, что надо было менять, все, что заклинившее было. Ну, здесь, в принципе, заклинившее, что такого не было, немножко подшипник был подклинивший. Я еще даже клей сюда ничего не пробовал, не наливал. Так, дальше. Гильотина. Гильотина работает. И одновременно, когда поднимается гильотина, вон-то, бубочка подпихивает кромку. Но, опять же, надо еще разбираться. Мы сюда ламель засовывали, двух-трех миллиметровую. Вот эти все регулировочки, они все работают. Так, вот торцовочный узел. Переходим к нему. Вот этот мотор. Который на подрезку идет. Ну, и здесь вот эта вот пилочка, я же говорю, сломая, она вон, как лепесточек. А здесь нету его. Дальше идут моторы по копиру. С такими его фрезами. Вот на этом моторе он подгуживал. Поменяли на шестерни, там червячные не было. Зубчик подломанный. Заменили. Единственное, что, может, масло какого-то, его надо было индукторного заливать. Вон, там, где-то, там, у меня, вроде, через пробку, или я борщинулся этим маслом, уже не помню. Подгонял. Короче, масло поменять. Дальше идут копиры и моторы на... Я уже сейчас отчуда, наверное, не подлезу. А, ну вот, радиусики. Радиусные фрезы стоят. Стоят таких два мотора. Так. И в завершении агрегат, который шлифует. Я не знаю, он кому-то надо, кому-то нет. Он начинает, лента, крутиться. И он шлифует. Здесь для концевиков уже настраиваешь, как тебе надо. Здесь тоже все в рабочем состоянии. Ну, вот, как-то так. В Рале восстанавливали. Сильно очень помогали сами немцы с Отто, с Австрией. С ними на связь выходишь. Они вообще, вот, прямо сейчас отвечают без проблем. Там поднимают архивы, нам и схемы скидывали, и по механике подсказывали, что это... Ну, не знаю, что еще показать. В принципе, еще показано. Эти кнопочки тоже, по-моему, это стопорится в пшу. Экстренное торможение. Ну, то единственное, что сам генератор орет, когда надо высокая частота. А так он тихонько работает. Ну. Тихо. Продолжение следует. Послед tunnels.